Вот мы работаем по шкуре «Будущее свая». В это время ко мне приходит Юрий и задает вопрос. Давай. Я говорю, потом придем, тогда все, что будет. Слышал от убиенного отца Данила Сусоева, что при занятиях соглашенными он говорит, что не крещенным еще людям молитва «Отче наш» читать как бы нельзя, даже он сказал. Не положено. Так или нет? Откуда он узнал? Не объяснял. Ну как бы ты еще не усыновлен отцом, не крещеный, не в целом. Мусульман не оговорит. Я осмелился назвать его отцом, помнишь? Балкис какая-то там. Балкис шейх. Это жена министра Пакистана, разбеденная была, и она уверовала во Христа и как бежала из Пакистана. Они абсолютно не называют Бога. А когда ученики обратились ко Христу и говорят, Господи, научи вас, смотрите, как Ян научил своих учеников. Они были верующие в Него? А? Были. Они Его за кого принимали? Ну кто как? Как один из пророков. Они верили в Него, как верят мусульмане. А эта вера-то какая? Ну какой бы не был пророком человек от грешной женщины, грешный человек. Когда Христос явился воскресший, то упрекал их за неверие. Это сколько время прошло? Три года, может быть, и все еще веры нету. Теперь по порядку мы разберем мучий наш. Он отцом является только для верующих христиан или для всего мира? Христос. В целом для всех. Ну все со мной разное. Все остальные разговоры пропали уже. Все на земле люди от Адама до последнего. Он отец как сотворивший. Он ищет потерянную отцу, как хозяин. Видишь, вот как он сказал. Как-то одно время у нас, помнят, от Третьюков, кажется, стал считать, я говорю, еще зачитали в храме. Ну, это, начинает говорить Данииловше из своего книги. А ты все просчитал? Нет. Ну, а как ты можешь выходить в храме и считать? Человека не знаю. Я у него находил много того, что много просто. Его дети, а они дети, духовные как бы чады. Какой он там был у него? Сам это ходил? Не знаешь, да? Вы припомните, какое Э? Энтелло. Э? Энтелло. 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 Это что за имя такое? Первое слышу. А Энтелло что такое? Неопознанный летающий объект. А это? Похоже, что такое. Отвечистая сила это все. Они ходили везде, устраивали драки там по кинотеатрам. И тоже показывают. Мусульманка стоит. Стоит, как мусульмане одеты. Ну, наши сестры. Точно так же. И показывают дочь его. Пьяная на капоте машины там. И показывают. Сравните. Мусульмане показывают. Вот и все. Они хулиганили. И когда его там натворил, на него подали в суд, его там сгребли. Он ходил, что-то там, это, пели всякую. И я знаю, какой там разговор был. Все. Сгинул, как будто никогда не было. Больше нигде не раз, я его больше нигде не встречал. Они на меня вышли. И начали хамить, безобразничать. А я отвечаю. Они подумали, я ушел. Они выключили. Я слышал, что они там разговаривают. Такой. Угодят. Бессовестные люди. Вот и все. Значит, надо было смотреть за главным. Не просто драться, а благовестие. А там у них разные песни, как вот это. Флэшмоб. Флэшмоб. Как он этих называется-то? В миссионерском отделе. В Тубе. И вот он будто бы что-то там знает. И все. А сам поет там какие-то эти буддистские песни или что-то там. Горловое. А на него ссылали, на него ссылали все. Он совершенно никакой. Ничего не знает. На одно время на меня напустился. Своровали как-то ролик. Что-то такое было. И второй вопрос какой-то был еще там. Я размышлял. В медицине есть термин «эпилепсия» у человека. Кто сказал? В медицине есть диагноз «эпилепсия». А в церкви это называют беснованием? Вот это вот приступ. Персонально надо каждый вопрос решать. Может что-то на нервной почве. Может бесовская сила. Вот я размышлял. Вселяется или вылазит из него? Лекарство происходит? Так нельзя сказать определенно. Определенно конкретной личности. По поступкам. Как, что ли. У верующих бывает такой диагноз «эпилепсия». «эпилепсия»? У меня знакомый. Ну ты знаешь, что это не так сказал. В каждом человеке… Вот он в нем сидит? В каждом человеке сидит бес. И вошел он в него. Ну ты смотри, это все равно, что я с мира всего осужден. Господь говорит, я и Отец мой придем и обитель сотворим сейчас на земле. И там будет дьявол сидеть. Это вообще. Это богохульники могут так сказать. Он близко не приблизится. Он как обожженный отскакивает. Есть святые, которые говорили. Изгоняет бес. А куда идти? Он говорит, меня раскрыл перед ним. Только он как загорал бес и провалился. В огне горит сразу человек. Видит пламя любви. И вдруг в каждом человеке… Это что-то такое оригинальное, глупость. В каждом человеке. Весь мир лежит во зле. Если зло переводить одновременно как дьявол, то и тогда еще нельзя сказать, что в человеке и в каждом. Он изгоняет. Вот были бесы, были в Марии Богдалине, а потом… Но потом… Не было… Не было это навсегда. Он изгоняет. Он имеет в виду, как действует дьявол на человека? В такой смысл? Действует как-то, да. Действует. Он прямо сказал, в каждом человеке… Нет, это… Никак. К верующим он даже близко не подходит. Не может взять. Он ходит и ищет. Ищет кого поглотить? Ищет. Ищет. Ищет и не находит. Почему он так ирится? Это, получается, как по книге «Печаль сатаны», да? Только он хотел войти, не смог, а я печалился. Но вокруг ходил, ходил… Никак не может. Он не вошел. Он может убить. Машину опрокинуть, то другое. А душу сломить… Он не может. Вот смотришь, интервью с дьяволом. Он ничего не добился. А все-таки под машину бросил. А больше он не знает ничего. Я сейчас сижу за столом. И считаю. В кавычке это «эвалар», видно, «доровье», «дар», «тадар», и дальше. Настолько красный корень, чтобы мужчина был доволен. О чем вещь идет? Что за корень такой красный у него? Или где он там? Красный корень. Еще ради он покраснел. Загорал, наверное. Это еще бутылек. Понимаешь, это официальная газета. Газета «Дорговье», «Аргументы и факты», «18-я страница». Это растение же какое-то. «Человек», «как курица», и другое. Дальше ничего нельзя сказать. «Изрезанное». Это открыто рекламируют, продают. И ничего. Никто его, никакая полиция за красный корень не схватит. Вот если отдельно взять, так рассуждать. Специальное средство учит – пожаротушение. Как пожар потушить? Какие-то там продают… Я знаю, я был начальником одно время в пожарном отделении. А где тушители? Какой состав? Его прокидываешь, бьешь. И он там… Специальная капсула сразу разбивается. Такая реакция. Это там струей такой бьет где. Сколько-то время пройдет, допустим, каждый будет менять надо. Деньги платить надо было. Но нигде открыто не рекламируют, как поджечь. А здесь открыто, говорят, тот пожар, который в тысячу раз страшнее того, который сжигает. Все. Красный корень. Вот вы в чат рулетке мусульманам говорите, что между пророком Мухаммедом и Христом 1600 лет. Да. Это вы имеете в виду тысячу лет, что пророки предсказывали? Нет. Вроде он же в шестисотом году. Они о ком говорят? Они о ком говорят. Вот они говорят, там называют пророк, то другое. И дальше это. Щерусын Моисея. Это сестра Моисея. Они прямо говорят. А Моисей до Христа был за 1600 лет. Ага. 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 Это ошибка. Или как? Ну, девятнадцатая сура, двадцать восьмой аят. Третья сура есть, там, девяностые. Я могу все показать суры, которые говорят об этом. И имена называются. Тетка какая была там у Моисея. Кто родился? Марьян. А они об этом говорят. А они не знают ни один, ни свою книгу, ни писание священное. Вообще не знают. В прошлом году передо мной прошло 2600. Мусульман, ни один не считал свои книги. Я показываю, эта книга ваша. Ну, аккуратно. Я переворачиваю. А там написано мусульман по-арабски. Считай. Может, баран. Я говорю, ну, хоть маленько вот вперед так же делал. Один студент только смог прочитать. Но он так. Он так. Прочитал. А где написано? Вы такое придумываете. Четыре жены. Он не считал. Я говорю, четвертая сура. Третий аят. Открой. Одно только правило. Чтобы четыре жены, он предпочтение не отдавал ни одной. Он знает. Четыре дня. Она знает. Через три дня. Он говорит. В шкафу, костюм его висит. Я говорю, знаю. Он сегодня придет. Девять. Будет моим. И дальше он уходит уже. И следующая там где. И он их обихаживает, кормит, поет им. И дети предпочтения никому не отдает. Там написано, как он должен вести себя. У него была одна. А еще. По-человечески, если рассудить, то правильно. Вдруг его погиб. Она осталась одна. В воинах много гибнет. И он ее взял. Она обихожена на пределе. Проходит время. Опять война. И опять убили его. Все. Он взял и третью. А какой-то из них и говорит. Если бы он раньше не был отравлен и любит. То было бы сорок четыре. И каждый раз закон под это поднялся. У нас определенный четкий закон. Одна. Одна. А вторая. Даже если он один раз зашел где-то там в командировке. То отмечается на семь лет. И на семь лет он за церковью будет стоять. Надо сравнивать еще. Четыре это даже не блуд, не разбрат. Это безумие полное. Официально. А у них даже нужны никакой метод. Духовного вообще еще нету. Не рождение свыше. Не крещение Духом Святым. А добрые дела, баран. Я с ними много разговаривал. И судить его не надо. Нам и зачем судить-то. Но сравнивать мы можем. Я считаю Евангелие. Вот наша Евангелие говорит. Я понимаю, что мне ваш закон никак не касается. Я его не критиковать еще не хочу. Я только говорю, что сравнения нет. Несколько раз они его так видят. Вот так знаете. А вы не хотели бы быть мусульманином. Я говорю, разумный в своем уме человек. Небо менять на землю не будет. Он не понимает, что дальше. Небо на землю. Как это так? Небо это личная жизнь. Это Евангелие. И менять на устроенную жизнь. Такая, что там здорово. И пожил с ней. И бросил. Обнимал его чуть-чуть. Целовал его чуть-чуть. Но родился молец. И уехал отец. А чуть-чуть, говорит, не считается. Они его нашли в Европе. Этого Мухаммада. Своего сегодняшнего. Привезли на место. И там попорят его. И он уже больше жены никуда не уйдет. Ему сказали только один. На дворах тебя ловить не будут. Это дорога в один конец. Насколько это верно. Не утверждаю. На которой жили, говорят, там шутки плохие. А влеча никакой. Трижды сказал. Видел там свой что-то. Танца-то нету. Но и так видят. Правильно. Правильно. Когда были крестовые походы, они прямо говорили, что Мухаммад больше Христа. Вот как. А Христа-то не знают христиане. Они бы не воевали, а добро делали, обращали. Про крестовые походы вспомнили. Царя Константина вспомнили. Вы говорили, что он крещён был еретиком. Подробно. Кто? Владимир этот? Константин. Да. А где? Кем он когда? Не знаю. А всё это сегодня уже поняли и описывали. Всё. Какой был епископ. Арианской ереси даже жил. Арианской. И он её принял к крещению. Почему? А Константин-то против православных пошёл. За Ариан. Сын его. Прямо. Православные сажать стали. Не знают Бога. До самой смерти был язычник. Когда приходил в блистающие одежды. Я Константине говорил. Там перед ним все склонялись. И решения какие принимались-то. Вот если одним умом действовать. То Арианик правее нас. Икон не надо никаких тоже. Тоже правее. При условии, что нет никаких соборов. Ничего. Доказательство, что Троица единосущая. Потребовалось 7 столетий. Не столетий. А рассуждать, что Иисус просто пророк был. Это очень легко. Какое-то место затушевал. Другое сказать, что приписали потом и прочее. А доказать, что Бог Отец. И Бог Сын. И Бог Дух Святой. Если ты суть единая, единобожие. Даже не пытайся. Это нельзя доказать. Почему мы говорим не доказательства. Верую во единого Бога. Верую. Верую. И мне доказательства уже никакие не нужны. А там так. Давайте просто так. По разуму. По разуму я беседовать не буду. По разуму они правы. Вот левый Саврянин иконоборец. А какой иконоборец? Он икону рубил? Нет. Он только сказал икону поднять вот как у нас выше. Чтобы не целовали их. Видите, смотрите, молитесь. Он совершенно не против икон был. И что они с ним сделали? Убили православный прямо в алтаре. И не отрицают. Это прямо в житиях написано. Залезали его. Он зашел туда. Охраннику нельзя заходить. А кому приняли? Мирским людям нельзя. Там на детей 44-й. А царского достоинства можно. И вот на этом он и попался. А кому не зашел? Тут охрана стояла. Я видел, когда какой-то международный саммит был. И там охранники стоят в дверях. И идут мимо там девчата. И уже все подговоренные были. У них на спинах везде было. Путин вон и прочее. А Путин стоит еще там. И они стоят там в ряд. Они в это время вырываются на одну другую. Их смотрели охранники. Их там одна-две толпой кинулись. И Путин мгновенно исчез. Его не было. Рядом охранника я стал за самым собой. А сзади стены еще нету. Кого убить? Видите? Это в интернете показано. Вот это работает. А здесь никак. Вот так заходить нельзя. Они бросились и убили его там. Он защищался Христом. И руку отрубили. И это все. Димитрий Ростовский еще дотворит. Другого нету. Какого-то писателя. Одинаково. Вот это вот. Найти его, кто этот пожар раздувает. Это уже пожар. Он огонь разжигает. Этого пожарника душить надо. Но если есть спрос, то у него и приложение появляется. Горного Алтая. Растение Горного Алтая. Растение Горного Алтая. Ну и какая разница? Ну просто говорю. Как перевести? Эва. Эва это есть как в междомете. О! Эй! Вот так примерно. Аллар. Эва-Лар. То есть это все идет вот с этим корнем к ларю. Аллар это тоже все такое. Здесь раскрывать не надо. Эва-Лар. И разное-разное название какие-то. Плати деньги. Может быть доволен. Паразиты. С чего вышли? Тут только думали, как погасить. Святые день и ночь за этим трудились. Вот. Козочки хорошие. Убежали. Дай у кого. Получается они уже сначала погасили. И стали почти как святые. А теперь хотят разжечь. А святые погасить не могут. А теперь все погасло. Так. Удовиела проверяйте. А то этих антерн. Фамилия того Сарионов на самом деле. Такое он там есть. Фамилия. А это он избрал сам себе. Я ее расшифровал. НЛО. А это НТО. А дальше впереди ПОСАГ. Увидишь что такое. Ну все у меня. Попилим здесь. А раздыхайте. ПОСАГ. 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 НЕМУ. НЕМУ. ПОСАГ. 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 ПОСАГ.